Гизингер Оксана Анатольевна, COVID-19, издата исследований рекомендаций, постковидный синдром. Это медицинский институт Рудуэна. Пожалуйста. Оксана Анатольевна, вы в эфире. Рядом с вами. Все хорошо, видно слышно меня, да? Да, теперь видно слышно, я выключаюсь. А, да, я единственное, что хотел сказать сразу, что этот доклад спонсирован компанией ATC Pharma, и у вас это не отмечено в качестве, так сказать, конфликта интереса на первом слайде, ну, просто имейте в виду, слушатели. Ну, обычно как-то не говорили, мы не просили. Ну, хорошо, действительно так оно и есть, потому что мы говорим о препарате, и этот препарат достаточно известен. Но сегодня наша цель не только поговорить о препарате, но и в целом поговорить о COVID-19 и о результатах исследований. Что касается результатов исследований, то они на самом деле очень интересны, поскольку одновременно с моей работой в Рудуэне в медицинском институте я являюсь еще сотрудником лаборатории гематезда. И вот мы получили действительно очень близкие к системе Яндекс результаты, когда наложили привод в доле положительных ПЦР-тестов в Москве на график с данными о новых заражениях, представленных системой Яндекс. Что говорит, с одной стороны, о том, что, в общем-то, мы действительно всегда имеем реальные результаты, но небольшие отклонения, вот тут люфт вверх-вниз, говорит о том, что все-таки динамика существует. Мы видим снижение динамики уже начиная с начала вот 2021 года. Этому есть очень хорошее объяснение. Это начало той самой вассовой вакцинации, с одной стороны. Осознание населения в сложности, серьезности, проблемы. Но я бы добавила еще одну тему. Может быть, она не очень существенна с точки врача, но с точки зрения, может быть, сотрудников Роспотребнадзора, она будет очень к месту. Это использование рециркуляторов воздуха. И теперь такие рециркуляторы есть практически в любом учреждении, и там, где находятся люди, и не по одному, а по соответствии с нормами. Я думаю, что это тоже вносит свой определенный вклад. Аналогичная динамика существует и в Санкт-Петербурге. Она, правда, менее такая ярко выраженная, и в Петербурге кривая нарастание числа случаев заболеваний, она достаточно более высокая, более резкая. Но и также мы к концу этого года, к началу года, к концу 2020 года наблюдаем такую же динамику, хорошую динамику по снижению количества заболеваемости. Это все, опять же, на наш взгляд, связано в том числе и с нашей огромной работой, которую проводим мы и среди студентов, и среди обучающихся, и среди пациентов, направленную на степень своей социальной ответственности и степень ответственности в отношении своих родных, то есть в отношении с вакцинацией. И опять практически полное совпадение системы Яндекс. Если мы говорим о начале статистики 2020-2021 года, то мы видим, что от темно-красных прямоугольников к более светлым прямоугольникам из дня в день идет снижение количества заболевших. Это положительная динамика, которая позволяет нам сейчас несколько выдохнуть и на какой-то вот срок, я думаю, что этот срок будет очень долгим, поскольку мы понимаем важность вакцинации и все больше и больше людей. Я могу это оценить и на пациентах, и на количестве студентов, которые раньше только слушали информацию. Сейчас они уже активно поднимают руки те, кто вакцинировался. Можем сказать, что да, количество вакцинированных растет, количество заболевших снижается. Но, тем не менее, есть определенные особенности патогенеза, которые для нас, иммунологов, все равно представляют определенные, я бы сказала, сложности. Эти сложности связаны, ну, во-первых, с взаимодействием вируса SARS-CoV-2 и рецептора АЦ2, то есть это тот самый ангиотензин, превращающий фермент 2 в эпителиальных клетках. Репликация вируса SARS-CoV-2 подавляет действия этого фермента или АЦ2 фермента тренин ангиотензиновой системы. В дальнейшем вот такая особенность патогенеза и приводит частично к высокой смертности и тяжелому течению заболевания, то есть гиперреакции иммунной системы, так называемому цитокиновому шторму. То есть мы стали знать эти слова, цитокины мы знали, но мы стали использовать их в нашей практической жизни широко, ведущим к острому респираторному дистресс-синдрому и фиброзу. Поскольку все-таки мы говорим об иммунологической тематике, я обязательно должна остановиться на теме патогенеза COVID-19 с точки зрения иммунологического взгляда на проблему. Так вот, киназный фаскад, риин, ангиотензиновая система и продукция провоспалительных цитокинов при COVID-19 резко связаны. Обратите внимание, когда в наш организм попадает патоген, он распознается дендритными клетками и макрофагами, так называемыми антиген-представляющими клетками, которые, распознавая вирус SARS-CoV-2 или COVID-19, начинают об этом сигнализировать всем другим клеткам. Мы знаем, что дендритные клетки и макрофаги сигнализируют, выделяя определенные алярм-сигналы, то есть цитокины. Это интерликин-12, 15 и 18. Взаимодействие данных цитокинов определяет хемотоксическое движение нейтрофильных гранулоцитов, было бы правильнее сказать, из маргинального пола непосредственно в очаг, откуда эти сигналы раздаются. И дифференцировку тахауперов нулевых в тахауперы первого типа, те самые воспалительные, да, с усилением экспрессии интерферона гамма, тумора некротического фактора альфа и чисто провоспалительного цитокина интерликина-1, усилением реагуляторного интерликина-2. Активации натуральных киллеров, синтезом перфоринов, потому что натуральные киллеры начинают вырабатывать активно гран-зимы и перфорины и активных форм кислорода. Итак, мы получаем очень неприятную ситуацию, что в очаге, где находится антиген, оказывается избыток нейтрофильных гранулоцитов со всеми ими мощными факторами патогенности и активированных макрофагов. Они повреждают эпители и эндотели легких, нарушают альвеолярный барьер и позволяют жидкости, богатой белком, попадать в альвеолы, вызывая некордиогенный отек легких, препятствующий газообмену. И тут мы с вами уже видим, конечно, те самые клинические проявления заболеваний. Но проблема осложняется еще и тем, что COVID-19, как правило, еще и миксует с другими заболеваниями. И приводятся очень интересные исследования, совсем недавние, наших полег о том, что COVID-19 может находиться в ассоциациях или другие микроорганизмы в ассоциациях с COVID-19. И чаще всего оказывается, что если это вирус вирусной ассоциации, то это инфлюенция H1N1, конечно. Это аденовирус чаще всего. И если мы говорим о бактериальных ассоциациях, ну тут, конечно, особых новостей не будет. Мы понимаем, что если мы когда-то упоминаем ассоциации, то у нас тофилококус ауреус, он всегда будет лидером. И калипсиела, псевмония, пневмония будет, конечно, тут же всегда рядом. То есть это два патогена, на которые всегда нужно обращать внимание. То есть вот еще есть у нас проблема. Это повышение частоты по инфекции COVID-19 и тяжести заболевания. И тогда мы имеем очень размытую клиническую картину заболевания. Тогда как основными клиникоинструментальными критериями в данном случае являются, ну, например, критерии легкого, средне-тяжелого течения, похожего на ОРВИ. В чем это выражается? Температура тела ниже 38,5 градусов, ниже. Частота дыхательных движений менее 20 в минуту. Сатурация более 95% при отсутствии отдышки и отсутствия клинической картины и инструментальной картины присутствия пневмонии. И тогда для врача возникает сразу несколько вопросов, вопросов достаточно серьезных. Каким образом вести дальнейшую диагностику? То есть это грипп, это ОРВИ или это COVID-19. То есть это тема, которая требует всегда от врача, как вы все правильно заметили, да, действительно, приложения всех его знаний и всех точек знаний. Кроме того, на сегодняшний день я хочу сказать, что лабораторная диагностика, она шагнула далеко вперед. Есть вещи, которые мы с вами делать умеем и знаем, куда обратиться. Ну, прежде всего, когда мы говорим о цитокинах, то большинство лабораторий и лабораторий сетевых и федерального уровня лабораторий цитокиновый статус уже определяют. Точно так же очень важно, и мы говорим, нормализовать, вот именно не повысить, не резко усилить, потому что эти слова ничего кроме раздражения у врача уже не вызывают, уровень интерферона, потому что это молекула из группы молекул сигнализации. И использовать, скажем, вот такие сигналы, сигнализации для упорядочения выработки цитокинов и снижения всех последствий иммунопатогенеза, конечно, необходимо. Конечно, необходимо. То есть и при высокой вирусной нагрузке, что видно, собственно, на графике, нам нужно именно стабилизировать иммунный ответ, но таким образом, чтобы не вызвать гиперактивации, то есть в том числе и со стороны системы интерферонов. Но и с другой стороны мы тоже должны понимать, что реакция на выработку интерферонов – это тоже стратегия. Это стратегия защиты нас с вами, хозяина, клеток хозяина, которая при том точном понимании биологии может быть переведена в ту самую безопасную, эффективную иммунную защиту с помощью медикаминдозной коррекции. То есть это как раз та тема, когда и что мы можем использовать, но в данном случае мы не говорим о возможности, необходимости применения интерфероновых препаратов совершенно нет. Тема совершенно о другом. Тема о том, что в конечном итоге, чтобы выйти из этого самого цитокинового штурма, нам нужно сделать совершенно логичное действие – нормализовать уровень цитокина. И тогда мы говорим о том, что есть препараты, которые активно проходят и прошли большое количество клинических испытаний. Эти клинические испытания были проведены в большей части на территории Российской Федерации и за ее пределами, что позволяет говорить об эффективности. То есть если мы говорим о метаанализах, если мы говорим о многоцентровых исследованиях, то оснований не верить этим исследованиям, ну нет никакого. Таким образом, представляет счет Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Что было доказано? Доказано было, что орбидол блокирует репликацию коронавируса, ингибируя слияние липидной мембраны вируса с клетками хозяина. Исследование было проведено в качестве такой проблемы, поставленной изучению противовирусной активности субстанции умифеновира в отношении вируса SARS-CoV-2. Какие результаты были представлены? Во-первых, умифеновир в нетоксичных дозах специфически ингибирует размножение вируса SARS-CoV-2 и противовирусная активность обнаружена как при предварительной инкубации скультуры клеток, то есть как ин-витро, так и ин-вива. То есть это очень важное, я бы сказала, очень такое громкое и серьезное заключение, подтвержденное результатами клинических исследований центра, которому мы можем доверять без сомнения. Дело в том, что очень много работников в различных странах, научных работников, представляли молекулярный механизм действия препарата Орбидон, потому что мало было сказать, что препарат, ну скажем, что-то там активирует какие-то клетки, поэтому он эффективен. Нет, конечно. Когда мы говорим о патогенезе, мы должны очень четко расписать, что делает продукт, что делает препарат и каким образом он может влиять на активность вируса. Так вот, механизм действия препарата Орбидона коронавирус состоит в следующем. В том, что молекула у мифеновира связывается на границе, что это видно на нашей картиночке, вот она, эта картинка слева от меня, и так связывается на границе рецептор связывающего домена поверхностного, вот того самого спайк-белка вируса SARS-CoV-2. И рецептора АЦЕ-2. Вот перед нами та серо-голубая картиночка, что создает довольно-таки жесткую структуру и ограничивает проникновение вируса далее. То есть это очень важный механизм, связанный с действием препарата Орбидон на коронавирус. То есть мы можем ответить на вопрос, каким образом мы в конечном итоге получаем ту эффективность от его использования. И это опять же подтверждено результатами клинических испытаний. Далее. Существует ряд исследований, совсем недавних, потому что мы говорим о процессах, которые пришли в нашу жизнь не очень давно. Это исследования, проведенные в Китае, и наши российские исследования. Опять же, Федеральный научный центр, о котором я говорила, разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это научно-производственный центр «Вектор Новосибирск» и Институт особо чистых вакцин и сывороток имени Мечникова в Москве. То есть мы также говорим о том, что существует ингибирующая доза, которая снижает возможность заражения. Что в конце концов мы можем сказать по результатам этих исследований, что Комифеновир специфически ингибирует вирус SARS-CoV-2 в культуре клеток Вера-6-Инбитра. То есть это опять же заключение в некоторых, даже не некоторых, а трех исследованиях, находящихся в разных центрах. И мы можем говорить о том, что выводы получились практически идентичными. Если мы говорим о многоцентравных исследованиях, то 11 клинических исследований также было проведено по препарату Орбидо в отношении лечения COVID-19. Эти исследования также повторили результаты и доказали возможность использования препарата Орбидо, поскольку он обладает прямым противовирусным действием в отношении вируса SARS-CoV-2. Даже я бы сказала, очень интересное и очень важное исследование было проведено в Иране. Оно так и называлось «Рандомизированное клиническое исследование эффективности и безопасности Орбидо». Что было сделано? Рандомизированное, контролируемое. Была изучена продолжительность госпитализации и уровень сатурации больных, которые принимали препарат Орбидо и Калетру. И выяснилось, что Орбидо оказался значительно более эффективными и по продолжительности госпитализации, и по уровню сатурации УПЦ. Кроме того, очень важный был этап изучения элиминации вируса за 14 дней и менее в сравнении с противовирусными средствами. Какой вывод был сделан? Это вывод, который был уже опубликован. Опыт применения и клинические исследования свидетельствуют о более благоприятном профиле и влиянии на клинические параметры, такие как элиминация вируса и госпитализация пациентов. То есть опять же мы говорим с вами о исследованиях, которые имели под собой большую клиническую базу. То есть мы можем говорить, можем не говорить, можем утверждать, не утверждать, но есть исследования, правильно проведенные и четко оформленные в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения и в Российской Федерации, и за ее пределами. И эти исследования показывают эффективность данного препарата. Далее наше ретроспективное исследование, когортное исследование, должна добавить 1019 пациентов. Что было показано? Было показано в выводах, что орбидол снижал смертность у пациентов с тяжелой формой заболевания, а также находящихся в критическом положении. в психическом состоянии. Обратите внимание на очень важный для меня показатель, поскольку я много работаю в лаборатории. Это показания влияния препарата Орбидо на лабораторные параметры. Например, на уровень того самого очень часто изучаемого и много изучаемого при COVID-19 интерликении 6. Это уровень лимфоцитов, уровень лимфоцитов, это тромбоциты, то есть позиция тромбоцитов. И самое главное, это эффективность антивирусной терапии у пациентов с COVID-19 по уровню смертности, повреждения миокарда и присутствия на искусственной вентиляции легких. Кроме того, все эти исследования, собранные и представленные, сделали возможным 21 января включить в инструкцию по медицинскому применению Орбидо максимум, то есть МННОФО, у мифеновир 200 мг, об активности препарата на вирус SARS-CoV-2, вызывающего новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Данные, которые я сейчас озвучила, уже были опубликованы на сайте государственной регистрации лекарственных средств. Это был проект изменения номер 6 конструкции, раздел фармакологические свойства. И вот здесь вот серовая копия, фотография вот этого как раз и факта представлена. Поэтому мы имеем вот такое вот подтвержденное доказательство эффективности. Кроме того, у мифеновир включен в схемы лечения на амбулаторном этапе для медицинской профилактики и для лечения в стационаре. Это очень важный на самом деле амбулаторный этап до подтверждения диагноза COVID-19. Как мы уже говорили, когда еще не высокая температура, может она и не будет высокой, когда нет практически таких вот жизнеугрожающих признаков, возникает вопрос, что делать. Понятно, что мы вызываем врача, безусловно. Ну а дальше-то какие должны быть действия, поскольку анализ будет готовиться, ну скажем, как минимум несколько часов. Я думаю, даже не несколько часов, а часов так 7-8-9, если это не потребует проверки или перепроверки. Так вот, на амбулаторном этапе до подтверждения диагноза COVID-19, я цитирую, следует включать противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как умифеновир. То есть опять же мы говорим о временных методических рекомендациях, которые на сегодняшний день являются действующими. Если диагноз подтвержден, то, конечно, у нас ведь не один препарат, и препаратов выбора у нас достаточно много, и мы можем выбирать между умифеновиром, орбидолом, фавиперавиром, конечно, ну и препаратом, который, конечно, мы меньше рекомендуем, это препарат, который не всегда и не в полной мере прошел все лабораторные, то есть лабораторные испытания прошел, но врачи не очень доверяют, конечно, наличию побочных эффектов. Если мы возрастимся к омифеновиру, то его количество по 200 мг 4 раза в сутки в течение 5-7 дней, плюс интерферон альфа-интраназальные формы по 3 капли в каждый носовой вход, то есть где-то в среднем 3000 единиц, 5 раз в сутки в течение 5 дней, по 5-6, по впрыску 5-6 раз. И препарат орбидо, который достаточно редко, то есть практически единичный в случае побочных эффектов. Такие же редкие бывают и аллергические реакции. То есть если мы говорим об 0,001% выявлении аллергических реакций, то, конечно, это очень редкий вариант. Что касается фалипировира, то, конечно, это рецепторная форма. Рецепторная форма. Довольно-таки часто показывают статьи исследования побочные эффекты пациенты в виде нейтропении, лейкопении, повышения мочевой кислоты и триглицеридов в крови и диарея. То есть опять же в ситуации выбора между несколькими препаратами мы можем выбирать и выбираем тот, конечно, который имеет большую эффективность и при этом имеет меньшее количество побочных эффектов. Да, безусловно, поскольку все-таки не один препарат, то мы можем сравнить частоту выздоровления в группах фалипировира и умифеновира на седьмой день лечения. Например, опять мы имеем рандомизированное сравнительное клиническое исследование. Дизайн. Более 200 человек с ковидом средней умеренной тяжести. Да, действительно, на седьмой день лечения частота выздоровления в группах принимающих фалипировир и умифеновир была сопоставима. Другой вопрос. Как люди себя чувствовали до седьмого дня лечения и как они себя чувствовали на седьмой день лечения и после. Так вот, температура после седьмых суток терапии умифеновиром, она нормализовалась у 100% пациентов. То есть она пришла в норму. Того случая, чтобы у пациентов, которые получали фалипировир, полностью нормализовалась температура, такого зарегистрировано не было. Кроме того, отмечен более благоприятный профиль безопасности при терапии умифеновира в отличие от терапии фалипировира. То есть это, собственно говоря, видно и на слайде. То есть на самом деле 61%, 51%. Эти цифры, они достаточно близко находятся друг к другу. Мы понимаем, что это относительные единицы. За каждой такой цифрой, за каждым таким десятком стоит десяток человек. Да, 61% это 61 человек от 100 человек. То есть мы вычисляем относительное значение. Поэтому даже небольшие расхлаждения 61 и 51, я считаю, 10 человек это большая разница и не только я. Очень важная тема для всех нас это постконтактная профилактика COVID-19. Для каждого из нас. Для нас преподавателей вузов, для нас врачей, работающих с пациентами. Постконтактная профилактика внутри семьи. Так вот опять проведенные исследования, ретроспективные анализы заболеваемости в медицинских отделениях высокого риска показал, что используя препарат орбидо в случае постконтактной профилактики среди медицинских работников показали большую эффективность, что собственно зарегистрировано в соответствующей статье. Если мы говорим о постконтактной профилактике внутри семьи, те, кто принимали и те, кто не принимали, орбидо, заболели и не заболели, то среди принимавших орбидо заболевших практически нет. То есть очень маленький процент. Это тоже видно на вот самом правом маленьком прямоугольнике. Тоже обратите внимание, соответствующая статья написана и данные находятся в открытой печати. Еще одно очень интересное свойство. Свойство очень близкое мне, поскольку я иммунолог, для меня всегда вопросы, связанные с оксидативными стрессами, это всегда вопрос достаточно серьезный, поскольку это одно из главных звеньев патогенеза и снижения колонизационной резистентности, например, верхних дыхательных путей, то исследование, которое проведено на факультете фундаментальной медицины МГУ Ломоносова, говорит о том, что оммифеновир обладает выраженными антиоксидантными свойствами и действует по двухстадийному механизму, характерному для антиоксидантов средней силы, потенциально может оказывать мощное антиоксидантное действие инвива. Это тоже очень важно, я выделила желтой чертой оммифеновир и далее у нас есть витамин Е, чтобы мы могли сравнить антиоксидантные эффекты. На самом деле это тоже очень важно, потому что повреждение клеток приводит к достаточно серьезным результатам. Оно потенциирует так называемый окислительный стресс, когда количество или качество активность прооксидантной системы приводит к выработке большого количества и качества активных форм кислорода, а такие ферменты, как супероксид десмутаза и каталаза, например, они не справляются с редукцией вот этих активных форм кислорода. И поэтому вот, скажем так, такие дополнительные антиоксидантные свойства, они интересны и всегда стоит рассмотреть. И при ситуации выбора препарата, который имеет и не имеет выраженных антиоксидантов свойств, конечно, задуматься о возможности использования препарата с антиоксидантными свойствами. И, конечно, в терапевтическом архиве недавно опубликовано очень интересное исследование, у него есть название, название «Орбитр». И тут вот то, за что мы радуем и за что мы любим наши новые исследования, потому что это двойное, слепое, плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование эффективности арбитола при гриппе Орбии. Это важно, потому что действительно препарат показал свою выраженную противовирусную эффективность при двух таких серьезных заболеваниях по сравнению с группой плацебо. То есть действительно препарат работает. То есть мы очень любим, когда у нас появляются такие вот двойные, слепые, контролируемые исследования, и вот результаты закончены, и мы могли поучаствовать и опубликовать. Далее тема вакцинации. Я говорила, что тема вакцинации для нас принципиально важна, и мы вносим, ну я считаю, по крайней мере, мы вот преподаватели, в том числе вуза, и не только преподаватели, работающие в практической медицине люди, мы стараемся как можно больше вакцинировать людей вокруг себя, мы выступаем, где можно выступить, в том числе и в различных интернет-системах, интернет-порталах, во всех возможных общественных организациях. То есть когда мы говорим о необходимости вакцинации, то безусловно вот в первый день мы должны оценить титры антител к вирусу, оценить физиологическое состояние, вакцинироваться, а дальше, если мы говорим о спутнике ВИ, мы ждем какой определенный период наработки и ответной реакции иммунной системы. Но вот в этот вот такой вот сложный период тоже ведь может быть контакт с больным симптомами ОРВИ, гриппа, COVID-19 и при заболевании в период вот после первой вакцинации до наработки антител опять же нужно что-то делать и противовирусные препараты прямого действия как раз в данном случае являются показанными. То есть это тот период, когда мы ждем наработки иммуноглобулина ЛДЖИ. Дальше исследовать мы можем иммуноглобулины ДЖИ в дальнейшем все знают как это нужно сделать при помощи изучения сыворотки на антителах спайк-белку и соответственно если титр антител наработан то это великолепно если и наработан конечно нужно подождать. Могу также сказать как работник лаборатории в том числе что антител вакцине спутник нарабатываются практически всегда. Вот еще ни разу по мнению мы обратились и сказали что люди были вакцинированы спутником и антитела никак не наработались не сработала вакцина. Может быть конечно в практике такое и есть в моей собственной практике такого не случалось. Ну и конечно что нам нужно так или иначе конечно нужно научить правильного поведения пациентов в начале заболевания то есть если повышение температуры слабость головная боль озноб кашель то пока мы оставим выставляем диагноз проводим диагностические мероприятия это естественно вызов врача который и проводит эти мероприятия далее необходимо конечно врача дождаться до прихода что можно сделать самостоятельно это опять интерферон капли в нос профилактически это при повышении температуры по ростаму 500 миллиграмм не чаще трех раз в день это обильное питье и проветривание комнаты потому что вирус снижается экспонентно при проветривании комнаты постельный режим и щадящая диета то есть тут ничего нового и орбитол по 200 миллиграмм четыре раз в день то есть много говорили о том чтобы с первого дня не принимать антибиотики и аспирин потому что прием антибиотиков неконтролируемый он к сожалению приводит к тем самым страшным неконтролируемым последствиям и мы сейчас уже стали обследовать пациентов и стали говорить о том вот буквально три дня назад проходила международная конференция в Казахстане и говорили о пусковидных расстройствах которые приводят к нарушению и дисбиотическим очень тяжелым расстройствам как раз на фоне того что пациенты потрогали один антибиотик поменяли на другой антибиотик третий антибиотик и температура была не столь высокая и состояние не столь тяжелое но вот на всякий случай как-то вот получилось у них вот так использовать препараты неизвестно как они их достали купили приняли и вот теперь мы имеем проблемы ну и конечно не пытаться сделать КТ первые дни без рекомендации доктора при этом обязательно контролировать хроническое заболевание приемом рекомендованных сердечно-сосудистых препаратов ингаляторов сахароснижающих препаратов и опять же постконтактная внутри семейная профилактика она должна быть рекомендована и должна быть проведена возвращаясь к теме COVID-19 то есть эта проблема и опасность конечно не заканчивается после острой фазы заболевания острая фаза заболевания заканчивается и наступает так называемый лонг постковид которому уже присвоено ну скажем так можно сказать простыми словами медицинская квалификация всемирной организации здравоохранения и вот такие симптомы тяжелые симптомы они могут характеризоваться и быть у людей до 12 недель а сейчас в статьях пишется что и более чем до года то есть о постковидных синдроме может сигнализировать нарушение терморегуляции быстрая утомляемость о чем до сих пор говорят наши пациенты все это признаки поражения нервной системы такие признаки возникают у каждого пятого переболевшего ковид-19 и могут возникнуть даже вне формы то есть легкая форма была тяжелая скрытая а вот такие признаки тяжелой усталости слабости стал-устал конечно проявляются это и остыни и затруднения от дыхания боли в мышцах очень часто это нарушение сна достаточно часто женщины говорят о нарушении менструального цикла и конечно это тревога и депрессия опять же хочу представить вам результаты исследования степени когнитивных нарушений с тяжестью ковид-19 и мы видим что такие расстройства у пациентов которые перенесли ковид-19 очень выражены то есть чем тяжелее состояние тем темнее наш прямоугольник и тем он больше то есть это очень серьезная на самом деле проблема и мне кажется что эта проблема она будет еще не один месяц и может быть даже не один год беспокоит наших пациентов это стоит обратить внимание и все настолько серьезно что в журналах уровня Q1 и Q2 начинает уже в течение нескольких месяцев идти публикации которые говорят о депрессии нарушении сна тревоги у пациентов людей старше до 35 лет работников здравоохранения и у тех кто так или иначе контактировал с ковид-19 кроме того важный вопрос патогенеза ковид-19 это пониженная деградация фактора хиподинальпа что это такое это значит что респираторный дистресс-синдром и системная гипоксия на фоне SARS-CoV-2 сопровождаются чрезмерной экспрессией и пониженной деградацией фактора хиподинальпа что это значит что это за такой вот хитрый фактор о нем тоже сейчас стали говорить особо иммунологии очень и очень много так вот целью активации вот этого хиподинальпа фактора является снижение тяжести заболевания и восстановление жизненно важных функций связанных с ковид и поэтому вот на сегодняшний день мы опять начинаем искать те лекарственные средства точкой приложения которых является хифодин и это будет перспективным средством для лечения таких больных в том числе и не столько на этапе ковид сколько на этапе постковидных расстройств и такой продукт есть да это препарат фабазол который за счет влияния на два рядов рецепторов например он запускает сигмобелки то есть тот самый я бы вообще вот сказала так простым языком ремонтный боекомплект нейрона и восстанавливает чувствительность тех самых гамп-рецепторов нервных клеток к эндогенным медиаторам торможения а также тормозит избыточное высвобождение медиатора возбождения глюканат глютамат простите кроме того эффект афабазола опосредованного с действием на мелатониновые 1-3 рецепторы мы понимаем что мелатониновых рецепторов много они представлены на большом количестве клеток и если мы действуем на мелатониновые рецепторы то у нас и восстановление происходит циркадных ритмов это и нормализация ритмов сна и бодрствования это значит нормализация выработки самого мелатонина а поскольку мелатониновые рецепторы есть у нас и на иммунных клетках это значит в том числе и опосредованно не могу об этом не сказать как иммунолог это тоже восстановление иммунного гомеостаза это то к чему мы стремимся то есть очень важно более широко смотреть на продукт в данном случае и конечно способствует формированию адекватных поведенческих и эмоциональных реакций и вот такие неадекватные реакции мы к сожалению тоже очень часто видим у наших пациентов на этапе постковид то есть механизм противотревожного и антидепрессивного действия это активация сигма-1 рецепторов то есть я уже сказала что восстанавливается чувствительность рецепторов к эндогенным медиаторам торможения тормозится избыточное освобождение глютамата и конечно восстанавливается естественная реакция организма на стресс мы понимаем что очень часто сегодня люди говорят о последствиях того самого действия стресса ну и последний продукт о котором препарат хотелось бы сказать перед окончанием это наобед который повышает активность фактора индуцируемого гипоксии того самого фактора киф-1 который мы ищем один из основных механизмов нейропротекции при гипоксии ишемии мозга в период болезни и реабилитации после ковид-19 что в конечном мы имеем ну то что и хотим иметь да это улучшение каких-то поведенческих функций улучшение кровоснабжения мозга и нейропротективное действие опять же совсем новые у нас доклады 2020 год которые говорят об эффективности его использования на этапах реабилитации ковид-19 уважаемые коллеги я благодарна за возможность выступить в таком скажем серьезном научном заседании для меня это первый раз это очень волнительно и я очень рада что мне предоставили такое слово даже при наличии вот моего доклада сегодня такого вот с препаратом орбидол огромное спасибо 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 спасибо